всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и сегодня у нас наконец-то отчет беременности и говорить я буду об неделях 16 по 19 эти недели наверное у меня прошли под самым самым главным вопросом и главной задачей кого же мы ждем то есть пол нашего малыша для меня это стало какой-то не знаю обсессивные просто идеи я естественно как вы уже знаете не дождалась до своего второго скрининга и сделала узи для того чтобы узнать что мы ждем маленького мальчишка ну давайте обо всем по порядку 16 неделя началась с того что я заметила некоторые изменения в симптомах причем я знала об этих симптомах но для меня они стали очень и очень странными не знаю заметили ли вы в видеороликах за последние недели но я точно пыталась редактировать свои видеоролики таким образом чтобы это не сильно было заметно первое что я сильно ощутила на этих неделях это общий отек то есть у меня стало отекать наверное все начиная от пальцев рук ног щиколоток заканчивая там лицом и естественно также и моим носом ощутила я это очень очень сильно потому что у меня все время забит нос и такое ощущение что у меня постоянный насморк и я стараюсь в общем-то сильно не не шмыгать носом и не дышать уже очень выразительно но это очень тяжело плюс ко всему связи с тем что нос не функционирует так как он должен у меня постоянно закладывали и до сих пор закладывают уши я в общем-то должна время от времени усиленно глотать слюну либо не знаю там зевать для того чтобы открылись мы уши я могла нормально слышать это очень большой дискомфорт и но ничего не поделать к этому я должна привыкнуть и еще одна вещь которая в общем-то близко взаимосвязана с ситуацией с носом и ушами это усиленное выделение слюны я не знаю откуда она берется и что это такое но в эти недели у меня началось какое-то прям невероятно объем невероятно объемное выделение слюны такое ощущение как будто я целыми днями думаю о своей любимой еде о своих блинчиках с нутеллой сгущенкой сникерсах и так далее так далее и в общем то все время у меня рот наполняется слюной на самом деле это не связано с моей любимой едой рационом это просто вот такой вот доп симптом который появился на этих неделях но если говорить про рацион еду и ситуацию которая общем-то вертелась всю мою беременность вокруг не очень такого здорового рациона это сейчас наверное эта ситуация наладилась из какой-то недели 17 я уже в общем-то прихожу к тому чтобы потихонечку настраивать себя на в общем-то такой более здоровый образ жизни который от меня все убегал убегала все предыдущие 15 недели и собственные сократила значительно потребление не полезной еды и сладости жареного мучного и так далее и заменила это максимально полезными продуктами то есть по утрам сейчас я ем либо амарантовую либо пшеную кашу днем я стараюсь есть на пару либо тушеную на тушеную мясо с овощами без любых каких-то соусов без хлеба и в общем то уже не говоря о сладостях ну а по вечерам я пытаюсь как-то обойтись йогуртами молочными продуктами такими как творог кефир или легкими салатами не каждый день это получается и конечно же конечно я ем сладости и не смогла полностью от них отказаться но тем не менее я пытаюсь сократить это количество особенно особенно таким хорошим звоночком для меня была аллергия которая уже пару недель меня мучила может быть видеороликах вы тоже заметили в общем то здесь у меня все время такие как но далека наверно как царапины выглядит в общем-то дерматит который у меня появился на руках в общем-то на моих локтях и и на коленках где-то еще тоже он был в общем-то и он уже мне говорил о том что так матушка давай завязывай несмотря на то что каким-то образом но я слышала о том что если у тебя есть какие-то аллергии то во время беременности они одно из двух они могут либо усилиться либо наоборот исчезнуть и я как-то в какой-то момент подумал как-то я легко отделываюсь когда съедаю что-то с глютеном или запрещенное у меня в общем-то это не так сильно проявляется но здесь я поняла что ладно проявляется все в силе в общем нет ничего никто не отменял поэтому давай-ка перестань и жрать свои сникерсы и прочий кошмар вот это что касается еды соответственно таким образом у меня немножечко наладился вопрос моего рациона пью я порядка двух литров жидкости в день в основном это вода это свежевыжатый сок и это чай из облепихи которые я делаю то есть но я его делаю исключительно добавляя только облепиху мед и дольки апельсина то есть сам чай я туда не добавляю чтобы не было лишнего кофеина кофе кстати я не вернулась до сих пор и меня воротит от малейшего запаха кофе ну это тоже наверное скорее хорошо чем плохо касательно моих отеков на этих неделях я действительно уже стала сильно замечать во-первых что у меня текают ноги я в принципе склон к отекам поэтому нам уже пришлось приобрести компрессионные чулки и я начала их носить потому что многие действительно отекают и даже по своим кольцам я понимаю что уже как-то эти я еще могу одеть обручальные помолочная вот такие другие свои декоративные кольца я уже в общем то с трудом их одеваю поэтому последнее время особенно я в общем-то похожусь без колец и конечно же конечно же узи и пол малыша я пошла делать узи на 17 неделе поехала в 17 роддом просто великолепная клиника и там я была удивлена просто персоналу тому насколько там приятно насколько там понимающие медики они с тобой общаются но не знаю ничего другого как только позитивные отзывы и приятные эмоции я не могу выразить в общем-то относительно этого своего визита поэтому если в петербурге мне нужны узи это я планирую отправляться исключительно туда так вот приехав на узи доктор меня спросила но горит котик чё хочешь с чем пожаловала и ну и на что ответил это дополнительно узи хочу узнать полу ребеночка и она спросила естественно на какой мы недели на что я ответила я на что у меня было но у меня была 17 неделя до 17 неделя и доктор сказала так ну слушай придется сильно гадать давай-ка ты может быть подождешь своего скрининга всего лишь несколько недель осталось на что я ответила что нет терпения у матери нет и дождаться я не могу поэтому давайте будем гадать вдруг говорю там если мальчик то только там у него ого-го будь здоров и ее мы сразу же успешно увидим на что доктор так посомневалась и в общем сказал ладно давай ложись вот посмотрев на узи малыша она была крайне довольна потому что малыш здоровенький померили все что могли померить и посмотрели общие какие-то показатели сердечко все отлично все в норме единственное что сразу она не сказала ну малыш у вас крепенький кабанчик этакий потому что в общем-то по всем параметрам он точно на неделю старше вашего срока соответственно здесь вопрос о том что может быть у вас срок не совсем корректный это уже второй раз когда мне об этом говорят на что я ответила что ну ну на самом деле этого быть не может потому что я знаю точно все по дням а по дату вам могу назвать когда у меня опять же овуляция когда акт был когда кровотечение имплантации и когда в общем то тест я сделала то есть раньше этого физически произойти не могло но то есть не могло потому что неделю ранее у меня извините там месячные только-только закончились и в общем мы так ответственно воздерживались и готовились к главному дню поэтому в общем я не стала спорить мне уже было все равно главное что малыш здоровый ну я уже рассказывал в предыдущих выпусках что ладно пусть пусть будет на неделю старше моя надежда что значит ходить беременной я буду меньше так вот как только навели аппарат узи или сенсор узи на ответственное место малыша так она сказала господи мама дорогая да тут блин бесстыдник у вас и в общем так гадать тут вообще ничего тут просто 290 процентов того что это мальчуган потому что посмотрите же на это бесстыдное хозяйство которое он прямо вот так вот кстати мэнспредингом уже в утробе матери выложил на общее обозрение и в общем-то гордо объявил всему миру потому что он у нас пацаненок вот чему я была очень очень рада я знала что муж мой будет рад кстати видео с тем как я объявила мужу в общем-то заставила его бедного мучиться на целый день а потом еще и играть со мной игру чтобы узнать кто же у нас будет это видео я также выложу линк на него в описании внизу под этим видео вот в общем то таким образом мы узнали о том что у нас мальчик и последний большой-большой симптом этих недель я впервые почувствовала шевеление малыша началось это с таких легких легких пузыриков внизу живота но я точно могла определить разницу между какими-то процессами пищевого тракта и движениями малыша то есть эти пузырики они были совсем другими и буквально за последнюю неделю эти пузырики они уже превратились в настоящие движения и настоящие удары то ли ручкой то ли ножкой не знаю и с такой силой что уже если вот смотреть на живот то реально видно как он шевелится и даже муж приложив руку и поговорив с малышом там его потеребив немного он чувствует эти удары и действительно он уже начинает отвечать потому что уже слух у него сформирован глазки на самом деле в эти недели также сформированы и они уже способны отличить свет от темного времени суток он распознает наши голоса и их слышит и в общем все все развитие малыша она уже пришло к тому что сейчас он уже будет набирать только вес уже все органы все процессы которые необходимы для жизни деятельности они в основном сформированы и в общем то это развитие сейчас идет только на рост чему конечно же мы очень очень рады и счастливы и в общем то ну не знаю это создает какое-то действительно ощущение реальности того что у нас будет малыш того что я беременна потому что этого ощущения реальности у меня до этого не было вот правда не было а на этих неделях когда я знаю пол малыша когда я чувствую его шевеление когда я понимаю что он часто реагирует на мой голос когда я с ним разговариваю когда я касаюсь живота когда муж с ним разговаривает и также касается живота и мы чувствуем этот ответ конечно он неосознанный это все понятно но тем не менее есть какая-то коммуникации или по крайней мере начало этой коммуникации между нами и нашим малышом и в общем уже можно сказать что мы начали путь нашего знакомства когда ты понимаешь что да там реальное существо маленькое с ним уже что-то можно что-то можно уже с ним делать разговаривать и как-то получать от него какие-то сигналы это бесценно и это действительно наконец-таки мне дало ощущение реальности происходящего я отправилась в свою женскую консультацию к своему гинекологу санкт-петербурге для того чтобы сдать необходимые анализы для второго скрининга в риге так как анализы первого скрининга были очень очень хорошими то доктор мне приказал сделать всего лишь пару пару анализов и подготовиться в общем-то к этому скринингу уже с готовыми анализами приехать к ней на визит что мы уже и сделали в санкт-петербурге мы сдали все анализы и в общем-то в полной готовности отправляемся в ригу и собственно будем уже проходить свой второй скрининг второй скрининг обычно делают с 18 по по моему 21 неделю мы будем вот в это время находиться ровно посерединке для того чтобы в общем-то сделать все необходимые тесты вот этого второго скрининга а в риге еще если у нас получится время мы поедем на первую нашу фотосессию во время которой я буду в общем-то сниматься и фотографироваться чтобы запечатлеть именно это время нашей беременности чтобы оставить об этом времени прекрасную память также поговорю с фотографом для того чтобы выяснить как же наиболее лучшим и выигрышным способом беременной женщине фотографироваться чтобы в кадре выглядеть наиболее красиво и какие вообще тенденции фотографии беременных в последнее время существуют и в общем то попытаемся создать красивые красивые фотографии для своей памяти в общем это наверное все самые важные происшествия события этой недели на этом я заканчиваю свой выпуск подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте внизу под этим видео расскажите мне о ваших симптомов симптомах 16 по 19 неделю беременности ну а мы с вами увидимся уже в понедельник новая неделя начинается эту неделю мы провожаем желаю вам добрых выходных до самого-самого хорошего и до понедельника пока до кон Troy да как